Привет, мои хорошие! И с вами я, Светлана Та. Друзья мои, вы, наверное, соскучились по моим блогам, и поэтому я решила снять что-то интересное. То есть, мои хорошие, нас пригласили в гости, турецкая семья, и если будет возможность, и они мне разрешат, то я обязательно сниму, как они живут, вообще, какой дом, какую еду, всё-всё, смотрите, будет интересно. Вот в такой район мы пришли в гости, тут новостройки, это район называется университетская, как говорится, здесь рядом университет, и в основном новостройки. Посмотрите, какие дома красивые, новые, здесь, конечно, квартиры дорогие, но я вот так хотела вам показать, темнеет очень быстро, блин, не успели мы, 6 часов, и уже темнеет. Ну, покажу их дом. Так, мои хорошие, вот их такой дом, огромный, видите, дом. Такое ситое, у них, ну, не такое, у них машины разрешают водить. Вот покажу вам рядом, это очень близко здесь, возле центральной дороги. В общем, всё, друзья мои, близко. Вот, посмотрите, вот там вот, дальше, вот это центральная дорога, два шага, считай. И сейчас я хочу показать вам, всё покажу, как всё внутри. Попасть сюда только можно по ходу. Если не знают, что тут, то звонить надо хозяевам. И они открыли нам двери, вот такие двери. Но это не ситы, а портальники. То есть нужно, не попадёшь просто так. Ну, пока везде вот такой лифт, и лифт такой же маленький, как и у нас. Так, мои хорошие, хозяева дома мне возродили и сказали, конечно, можно снимать, и нас снимают. Но сейчас она готовит ужин, я попозже расскажу. Живут они квартира 3 плюс 1, такая же, как у нас, но другое совсем расположение. Вот, посмотрите, вот это салон, значит, здесь вот, ну, сейчас он пустой. Они, в принципе, живут в маленькой кухне. Вот вид на балкон, и вот такая вот огромная комната. На тот балкон тоже есть дверь, можно выходить. В общем, сейчас посмотрим, вот, мои хорошие. Мало мебели, она немножко стеснялась, я сказала, не какой-то. Они здесь живут на квартире. Так, сейчас мы перешли во вторую комнату. Вот так она выглядит, окна закрыты за навесками. Здесь, наверное, как кладовка. Ну, в данный момент кладовка, ну, вот такого размера вот комната. Третья комната, спальня. Комната немаленькая. Из этой комнаты, значит, выходит на балкон. Вот такой балкон у них. Ну, не мои, конечно, балконы огромные. Отсюда войдет вид вот на такой красивый. В общем, это Янимахали называется, новый район. И здесь очень много новостроек, но я думаю, что здесь очень дорого будет квартиры. Посмотрите, какой огромный коридор. Вот что мне нравится в Турции, здесь огромные коридоры. Вот посмотрите, пожалуйста, ванная комната. Здесь вот находится глушь-кабинка. Такая вот такая... Идет второй туалет. Второй туалет. Вот, ну, у нас в старых домах вот везде такой турецкий туалет. Что я хочу вам показать? Вот такая дверь. И здесь она двойная дверь. То есть вы можете открыть летом, и складничок будет. Это мне понравилось так. И в следующий день мы переходим в кухню с гостиной вместе соединенной. Вот такая большая кухня европейская. Вот такая хозяйка в Сонгине ее зовут. Моя турецкая подружка. Вон, поздоровилась. Готовить нам ужин. Посмотрим, какой. Вот такой, значит, салон. Такой гостевой именно. Телевизор. Сам хозяин, муж ее разговаривает по телефону. Ашкэм ждет. Тамер Башкан мы его называем. Они вместе с мужем раньше работали. Салям, салям, салям. Привет, привет. Привет, привет. Они вместе работали. Он был его начальник, ну, на пенсии. Так, а это вот огромный такой балкон. Посмотрите. И посмотрите, какой красивый вид. Просто сейчас так рано темнеет в Мерсине. Но обалденный район. Там вот центральная улица. В общем, это район Янишихир называется. Здесь очень много новостроек. То есть новый район. И, естественно, дорогие квартиры. Продаются очень много. Но цены я не знаю. Эта дверь идет на салон. И, в общем, вот так выглядит здесь. Белье здесь сушат. Вот на таких веревочках. И знаете, как удобно, что никому не мешает. Они вот как-то так под углом приподняты. Ну, а это я, мои хорошие гостя. Вот сегодня так я переоделась. Все розовенькое у меня. Розовенькая помада тоже розовенькая. Так вкусно пахнет. Я не знаю, что она приготовила. Но я все вам покажу. И мы также, как вы понимаете, хочу вам показать, что здесь люди не такие забитые. Здесь нормально живут. Они умеют отдыхать, работать, трудиться. И люди умеют отдыхать. Себ-то, воскресенье. У них такие выходные дни, которые они отрываются от души. Так вот, мы сегодня пришли. Нас пригласили на раки. И виски с головой у него есть. Ну, посмотрим, что будет. Так, оставайтесь со мной. Будет, мне кажется, очень интересно. Мы сели на балконе. Посмотрите, вот такой стол накрыли нам семья. Тамера и Сенгюль. Знаете, что хочу показать? Вот рыбу, вот они, турецкие хозяйки, они не жарят дома, как мы. Они заказали фурин, там, в пекарню. И им все приготовили. А не только вот такое вот. Это тоже готовая салатик сделала, и все. Вот наши раки. Вот еще здесь и этот. Вот и виски. В общем, вот так вот мы будем сейчас сидеть и пить. Ашки мой проголодался. Вот так мы сидим на балконе. Мои хорошие. Пьем раки. Чачу. Разговариваем, вкусно кушаем. Так вкусно, мои хорошие. На балкончике. Вот так у нас тепло. Хорошие это ии. Би ним ии аркадашлары. Мои хорошие друзья. Вот так вот, и такая сила. Эвет. Хорошие орги. Ашки кушает, кушает, кушает. Хорошие орги. Ашки кушает, 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 кушает. Ашки кушает, кушает. Хочу вам сказать, что турецкие домохозяйки, они очень чистоблудные. Мы пришли вот так вот, неожиданно, и посмотрите, какой везде порядок. Хотя они живут на аренду, берут эту квартиру, но действительно, все чистенько. У нее полы блестят. На балконе такие чистые полы. Все блестят. Посмотрите, отливаются все чистотой. Посмотрите, обувь, как она хранит. На газеточках все. Я поражаюсь, и вот удивлена, не то, что удивлена, все так чистенько. Все чистенько, все посудочка, все мусор там. Каждая лежит, все на своем месте. Это действительно, вот они такие домохозяюшки, очень чистоплудные. И всегда у них, всегда чисто. И молодцы они, эти женщины в турчанке, молодцы. Иногда я могу оставить посуду там на ночь, не помыть. Но они, мне кажется, так не лягут, если у них будет грязная посуда. А после рыбы мы перешли на орешки и гранаты. Сидим так хорошо на балконе, пьем виски. Вот такой вид красивый вокруг. Я так люблю ходить к ней в гости. Просто из-за чего? Потому что я с ней разговариваю на турецком языке. Она мне понимает. В общем, я очень люблю сонгуль чок сэйором сонгуль. И аркадаш беним. Ния чунку бен чок турчик конушьором. Он улабер-абер. Хичким сэйок. Я сказала, что я люблю ее, потому что я люблю с ней разговаривать на турецком. И она такая очень хорошая женщина. Вышли мы от гостей, мои хорошие. И вот такой вот, посмотрите, большой-большой дом. Это Яни-Махали, новый район. И вот мы сейчас 12 часов ночи, полдвенадцатого, мы идем домой. Хочу вам показать 12 часов ночи. И есть маршрутки. Вот так вот в Мерсине вы не потеряетесь, нигде не останетесь, потому что есть движение маршруток. А вот и автобус приехал, но мы идем пешком. Сашка и мам. Идем по дороге с мужем моим. И увидели вот такую вот распродажу машин. Такие красивые машинки. И вот это вот самое красивое, которое мне понравилось, 180 лир. Да, здесь очень дорогие машины, потому что налог с них очень большой. В Грузии намного дешевле можно купить эти машины. Но они не новые, а второй сорт. А там вот дальше, в салоне, новенькие, новенькие, друзья мои. И на этом буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Светлана Эндерата. Пока-пока. Пока-пока.